мы приближаемся к руина не маленького не могу сказать что это самый большой театр который я видел но он и не мелковатый много практически разрушенные части вот это все было еще в два раза выше у нас вот это все если мы добавим восстановим вернем эти без преувеличения мегалиты можно же было делать из более меньших блоков мы предпочитали все это именно из очень крупных блоков этой арочной конструкции мы входим через засыпанные конечно ворота потому что это у нас далеко не финиш мы можем увидеть вот арка начинается вот у нас только-только начинается мы должны понимать насколько-то засыпано потому что арки у нас стоит с другой стороны нижние только-только начинаются вот они засыпаны и заложены да но это был прекрасно исполненный там такая же вот рядышком арка засыпанная заложенная да да но это только начало театра тоже тут все перемололо тут здание которое вообще не узнаваемо в ничто превращено все марка то видно что какая была но мы что можно очень много сделать для этого необходимо очень многое нам пока только сделали дорожку допускает уже порадуемся рухнул театр вместе с ним рухнула цивилизация вот здесь такой чудесный полкруг форма театра внешне и внутренне совпадают вот это все были проходы вот это арка через нее мы заходили в театр поднимались на следующие уровни вот она у нас большая замечательный вот да 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 вот у нас был когда-то боковой вход но мы точно так же здесь все это завалено и уже деформировалась вот вы прошли через один из ходов то что их было много вот николай нас ты просто чтоб пропорции понимали насколько это блоки насколько большие и это все да и это все нам нужно умножать на 3 потому что добавляем одну треть высоты вверх еще туда поэтому и тогда мы получим примерно форму примерные размеры театра форма конечно у него вот у нас идет дуга полукруг здесь следующая арка высота этих арок примерно изначально 9 метров и добро пожаловать давно мы не были в театре театр практически круглый поэтому мы можем применять к нему термин амфитеатр напомню круг амфитеатр полукруг театр вот перед нами сцена с большими воротами ворота опять 4 метровые уж были актеры в измире есть барельеф где огромного актера поддерживают под руки люди нет он сидит огромный я потом покажу так нему дионис прилетел в гости такой же большой там написано дионис посещает аполлона состояние с да 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 только сиденье несколько иные можем хотя наверное такой же примерно ширины и ступенечки узенькие на небольших людей сооружение гигантское а люди небольшие вот уж этот большой театр сверху еще стояли у нас колонны и арки потому что все это высота была вот она мегалитика блок один больше другого у нас находился сказочно красивый сказочно красивый город у нас остается мы еще до него не дошли пока мы сказочно красивые пейзажи ну и не маленький то есть целесообразность на маленьких людей при этом использовать вот такие метровые просто блоки не имею ввиду ширине речь идет или высоте длина то у них может быть и более метра конечно все это обрабатывать в таком количестве разрушение были сильные очень и мы сейчас заглянем внутрь посмотрим а потом спустимся к сцене трудно представить до какой даже высоты примерно можем понять но вся сцена все конечно рухнула вероятнее всего вот все что вот с той стороны есть это тоже часть потому что там колонны лежат это все равно часть театра плюс он еще был у нас отделан сзади позади а там все засыпано ну кто и мегалитики потому что это без преувеличения мегалитика спустимся жить могли умели и любили все это у нас идет на по форме закруглений полукруг ох ты откопали они я думаю нарушилась акустика или нет ваш как ну есть до сих пор есть но чуть-чуть хуже то что мы в термесосе хлопали гораздо ярче звучало я иду по проходу высота у него совершенно стандартно человеческое ну если учесть что тут целом плиты моя высота часть сооружения этой арочной конструкции засыпано да сейчас у нас вода здесь течет часть сооружения еще сохранилась даже непонятно вот откуда тут вот эти вот блоки они вот и стены выпали выходит вот как их сюда вымыть могло здесь перегородка было ну вот похоже лишь была перегородка эту часть туда выходила там а это может посередине зашли не ну здесь среди среди смысле здесь перегаза чем чтобы потоки людей разделить не никогда не делились послазные проходы вот это все отсюда выпало паш я спрашиваю как она вывалилась вот это сюда нижней этой части чем их вымывала тут же видно что вот это прям вымывала все это не выкинула да совершенно верно коль к рассуждению мы начали мы присоединились и очень необычно у нас рассуждение возникло перед вами друзья удивительный пиранези календарь на 2023 год и позвольте прежде чем увидите ролик минутку вашего внимания мы взяли самые интересные конечно пиранези все гравюра уникальны но мы взяли группу гравюр основная часть этого календаря это его реконструкции виды античности такие какие а какая какой бы она была если бы не разрушилась по мнению пиранези есть несколько ярких гравюр из его реальности которые архитектурные реальности и руинированные реальность которая окружала но большинство это все-таки ярчайшие в деталях реконструкции 12 роскошных листов как вы видите и один титульный лист у нас даже колоссиум взят великолепного джан-батиста пиранези барельефа а также еще один календарь если вам нужно настенный или даже его можно приклеить на магнитике на холодильник сразу годовой идет бонусом мы предлагаем вам приобрести в рамках нашего проекта пиранези тв поддержать наш проект все условия закреплены в первом комментарии а сейчас приятного просмотра перед нами вот перед нами прекрасная прекрасный тоннель коридоров через который как эти блоки могу оттуда выкинуть вот сюда это у нас не противоположные сгор это не неслось оттуда там сплошная у нас вот низина то есть это книзу 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 вот как эти все блоки могло оттуда выбить просто сюда чем их выбило чем-то же выбило эти блоки именно можем говорить о том что их правда выбило мы находимся удар был да потому что вот это все не просто же землетрясение она бы обрушила а здесь целенаправленное у нас видно да 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 но это он сейчас упала бы верхняя здесь боковое и плюс посмотри занос то же самое за у нас именно да она посмотрела заносилась она отовсюду через все через все щели занесло но это же занос должен быть это же не природа и не река сюда занесли ее мы же понимаем вот у нас какой туннель да кстати да это вообще занос и а выбила камни то их же действительно выдавило ну то есть там то мы конкретно видим да да это сейчас это сейчас откопали а реально это полный полностью это засыпать это заливать надо просто это должно быть грунт быть выше чем все остальное чтобы это засыпало мы же понимаем вот камни от как их может занести вот здесь эти камни да но насос оттуда должна была идти это как тряхнула чтоб озеро закинула и занесло все озеро снизу то есть 100 низины это причем такое количество грунта да и вот он полностью был засыпан у нас вообще нет живого места здесь вот рухнула точно так же ну то есть воздействие мы понимаем что шоу оттуда и воздействие за нос здесь просто щебень в ничто превращенное если же приходится вот так вот выкарабкиваться чтобы друзьям увидеть этот роскошный театр который каким-то образом ну ты знаешь что то мы сейчас можем посмотреть на систему разрушений вот мы просто вылезаем там где нормальный проход должен быть мы сейчас вылезаем ну вот система разрушений вот мы можем наблюдать ее даже какие-то целые части у нас сохраняется а какие то просто в ничто вообще туда валила ай там просто пробилось то есть она а все-таки оттуда шло снизу с долины как такое вот потому что нам же говорят что это засыпается с горы мы здесь мы прошли туннель он очень засыпан удивительные вещи к сцене тоже есть смысл спуститься вот отсюда уже можно посмотреть наш красивый город который нас еще впереди да 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 деятельная красота и мы сейчас вынуждены вот так вот пролезать там где просто комфортно дальше все это конечно перевернута только землетрясение не сделает этот занос галь там такой занос только землетрясение не сделает его там же практически все занесено и выбиты еще вдобавок ко всему внутрь вот оттуда это как должно было тряхануть чтоб волну подняло и засыпало все полностью немыслимо да 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 это мы же понимаем высоту это сотни метров это просто под если бы это подпрыгнула театр бы тоже подпрыгнула на место бы уже не встал а он у нас целый то есть мы имеем какую-то волну 1400 метров на высоте мы вы просто рассуждаем друзья что за катастрофа совершила здесь как и везде в античном мире у нас уничтожила эту роскошь и конечно никто выжить не мог после такого там единицы вышли восстановить откопать до сих пор не откопали вот бог опять огромные у нас более двух метров но это сплошная мегалитика все как бы сделано на маленьких людей но но из огромных кусков да я пытаюсь вот тут вот пройду да для маленьких людей а мегалитика совершенно да можно попросить мнения галь запишу вот вы хорошо не на скажи вот две диссонанс совершенные маленькие люди и огромные совершенно вот эта стена мне кажется это все до того как вообще делался даже театр может быть что-то осталось иначе для чего но для обычных людей делать такой толщины это вообще защитно это защитное сложение и эти блоки говорят о том что они ну с вашей эстетика опять же то есть мы понимаем скина вот сцена как будто проходы эти пять четырехметровые ворота великолепные до бункерное что тоже но защитное и из бункерных же блоков у нас делается соответственно сам театр создается ну богов которые должны выдержать удары бомбардировки землетрясения какие-то в чем сильные землетрясения до сих пор кстати выдержал театр множество всего несмотря он жену разрушение не не радикальный у него сохранность высокая да при том что здесь реставрации никакой еще не было ничего тут даже не откапывали просто вот плющом сейчас подарок подзаросло его очистили да конечно конечно только там такие камушки до сбитые что происходило друзья мы здесь не знаем до конца но вопросов у нас конечно здесь вот одни скамьи чего стоит это же скамьи двухметровые и либо ответы которые нас не устраивают вообще да вот так вот да вон мегалитика какая но куда это на кого это все строилось вообще создавалось это бункерные кит сооружения но с вашей статика вот да ну я тоже вас слушал потому и шел на голос ну какие мнения давайте вот показываю давайте сейчас вот давайте комментируйте впечатлений только рядышком стану кто хочет давайте показывать смотрю николай у нас рядом по его будет дополнять снизины сейчас гору покажу что вот посадил нас гора на нее тоже надо сейчас подняться только засыпала залила грунтом залил то что это все было жидкое ну и выбила частично моментами там сильнее выбило да вот так она шоу вот но это вот в это ущелье между ними славан но она тогда должна быть высотой 1400 1500 уже метров наверно еще метров на 50 поднялись по что думаешь есть версии того что это очень похоже на попадание бетонобойного снаряда какого-то просто я вот посмотрел место между официальными проходами там потолок сверху сложился и вот эти блоки крупные вышвырнула здесь то есть это была цельная конструкция при попадании с той стороны блоки падают вовнутрь логично это часть уцелела потому что здесь было высоко вот эта стена приняла на себя удары можно объяснить вот эту мелкую фракцию до который у нас находить потому что здесь мегалитика сплошная а внутри или в каких-то отдельных участках все у нас разбито на состоянии ну такого крупного но не щебня но не укресенье блок из это за нос уже да вот за стеной вероятнее всего этого не было и блоки наверное не могли вылететь вот это это же вот вот блоки у нас валяются они или сверху или вот насколько на 6-7 метров они пролетели ну был это арка у нас вон она ручная конструкция а это еще еще большие подземелья под театром же мы знаем под всеми под колизей да под всем на свете под любым античным таким сооружением кто мы знаем театр амфитеатр у нас именно такое я тоже сейчас хочу подняться вверх продолжение мы еще поговорим роскошная часть театра сагаласаса мы сейчас с вами он буквально через несколько секунд откроется нашему взору пока можете буквально еще 10 секунд полюбоваться сказочными пейзажами я уже показывал рассказывал о чудовищных разрушениях которые сагаласаси просто вот он великолепный открывается нашему взору мы сейчас с вами спустимся на скену сцену да артем ты внутрь до хочешь зайти а а я бы тебя мог попросить вот я сейчас спускаюсь попросил артема сын николая пока еще присоединяются соратники снять мы с вами посмотрим на то что было когда-то с кеной самой разрушенной части потому что не с гору нашла катастрофная выбивала а это все у нас выбило вот эта часть уцелела потому что вот это холмы удержали шла именно с противоположной стороны то есть все таки в любом случае со стороны моря но высота напомню самого большого ценами возможны у нас высоты 600 метров здесь высота 1400 метров над уровнем море вот мы обходим рекомендую обходить здесь да друзьям мы с вами обходим обходим раз вот эти великолепные камни то что элли линов называется скена стена до сцена в данном случае она же и стена мы сейчас используем этот термин вот да естественно пойдем посмотрим а потом я хотел чтобы объяснить показать зрителям на пропорцию потому что вот эти ворота мало того что они великолепны но мегалитика сплошная вот мега большой камень вот против можно постой я просто покажу на твоем примере что вот у нас вот рядом с артемом вот это эти блоки эти глыбы здесь просто пропорция очень часто непонятно и мы выходим с вами через ворота вот друзья на сцене на сцене этого огромного театра перед нами еще не закончены мощные насколько двери великолепнейшая мегалитика приходится она практически это полтора метра высотой более метра вот эти глыбы блоки артем если можно прямо вот чтобы понимать размер чуть-чуть чтобы я сижу на этой части вот этого великолепного декора сейчас это конечно запредельные запредельные размеры и вот сюда еще с ними пожалуйста чтобы мне показать чтобы понимали вы ребята насколько это были огромнейший артем сам стоит на огромной плите и насколько это были чудесные ворота вот он висит конечно дышит на ладом видно да вот это меньше и те ворота были больше здесь у нас есть еще спуск потому что под сценой всегда находилась вот у нас керна сцена античного театра и под этой скеной всегда находилась и находились еще помещение огромные элементы здесь у нас в ширина этих ворот вот это еще сверху у нас устанавливалась вот здесь вот у нас рез идет обломилась и вот эти блоки блоки я обхожу чтобы вы понимали блоки декора одновременной блоки несущих конструкций просто ну кошмарные масштабы вот сложно описать этот блок еще обломан у нас мало того что он так декорирован великолепно он еще у нас обломился и все это в театре рухнуло не просто упало это еще и развалилась рассыпалась до состояния до состояния щебня вот артем идет шагает может сказать по москве да это все огромнейшие блоки вообще просто глыбы посмотри на какой глуби я стою какое-то у нас то чтобы это уже даже элементом называть неудобно вдоль такого блока просто шагаешь шагаешь ты чувствуешь себя не то что муравьем при этом у нас сам античный театр сказочно красивый и и под ним еще есть скена сцена то есть и под скена есть еще нижние уровни мы сейчас находимся на так называемой сцене театр бомбили я об этом показал вот опять очередное сооружение вот какая великолепная обработка масштаб даже я вам бы описать не могу это масштаб этого это метр удивительно что здесь здесь тупик тупик и прекрасно это сейчас тупик когда-то это была эта часть сцены это не подземелье как оказалось я здесь здесь я на нижний уровень сцена спускался вот николай у нас находится артемом на блоке как вам камушки целесообразность этих строений да вот у нас это мы муравьи напоминает мои соратники это нас не муравьями за просто ощущаем себе среди этого таковыми посмотрите на какой части арки я стою посмотрите что здесь это сохранилась несмотря на розину видимо засыпано было а мы сейчас и глянем не ну качество прекрасное несмотря на время вот на ней чтобы вы понимали масштаб находится у нас павел который смотрит как же нас сохранились так паш ну что видишь что есть что можно прокомментировать до минуточку хода оценить 90 градусов нигде не вижу пока таки чтобы но можно взять уголочек да посмотреть но здесь у нас идет загиб но для масштабов детальность вот я имею ввиду это же не микро размер это как раз макро размер больше того это раз нет сразу беречь как-то махнули 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 но дело но вот толще вот это что за обломана путь какой причине но обломана вот так вот этот тонкая все часть то есть она была так выпилена а потом сломалась что вот это может быть я вот про вот это говорит что это обломана она же очень тонкая видно же да что она тонкая вот она нет она несомненно есть это хочет сказать впечатление что-то внутри как труба как труба как будто внутри мы вряд ли найдем дело то что вторая часть должна быть у этого сооружит не третья часть должна быть это где-то преемственность этого да ну вот тут углы будешь мерить вон они уголки это же с этой части только здесь уже идут так ну что как бы нам подобраться посмотреть или найти какую-то аналоговую да давай коля это же кошмар какой в одном еще аркекса туда спускался это еще уровень сцены вот вот николай да сейчас одну минутку я поднимусь вот у нас вот николай находится мало того что это размеры до гигантский чудовищный театр давай вот это вот это и вот это вот идет доль середины это просто шла машинная обработка просто так ручную вот это прогнали и дальше пошли прогнали и дальше пошли вот просто это в этом нет никакого практического смысла незаметно да это ни на что не влияет это просто от машинка паш я нашел эту полутрубу она действительно ополовинена вот здесь есть то что мы говорили но вот это вот достигнуть вот этого размера вот вот она тоненькая очень вещь выборка прошла вот она здесь прошла выборка тонкая достаточно вещь все-таки это было половинка они как мы рассуждали сначала вся трубка да а вот это получается устанавливался блок он ставился сверху вылез вот в дверь что-то у нас была дверь вырез был меньшего менее а это опять у нас все что мы видели саркофага все что мы видели в музеях великолепного качества исполнения только сейчас у нас уже от времени они до машины ну да ну руль ну инструмент был условно ручной но высокотехнологичные мощный инструмент то что без мощности это сделать вообще вот к вопросу о том вот у нас николай некая посмотри что сфотографирует вот вот у нас николай а вот мегалитика или мегалитик и николай так и назовем фотографии да за гиганты здесь не сойдет никто из людей какого бы роста мы не были да изумительно и падала тоже конечно а дальше у нас идет вот вот эта арка и вот у нас идет здесь роскошный да и засняли мы конечно николай рассказывал я это все заснял ваш есть еще дополнение какие-то уточнение девушки галь великолепно смотритесь фотографирует девушки стойте 2 до грации уже уже грации стойте вы сразу попадаете в кадр отлично да пожалуйста ну у нас много еще что впереди это только один крупный объект вы посмотрели великолепно сагала да да вот она да мы можем даже воспользоваться воспользоваться а туристы ну люди все они селфи сделали пофотографировались ну я когда хожу вдоль уровень сюда приглядываюсь мне а в эфесе же все фотографируются около вот этой библиотеки цельца который фактически сделан или в амфитеатре который собран просто из-за бутовки уже вот просто битый камень и народ не понимает что там камни а там срез просто спил проходил два миллиметра толщиной огромный на меток все смотрят что не нормально что ли надо селфи делать да и он еще сломался а здесь посмотри какой угол шикарный и это вся конструкция должна друг с другом сочетаться было а вот у нас стоят александр и николай они меня а я их фотографируют да делают фото это точно ну под засиделись в театре пора и перекусить да вы что чудо до встречи в античном согласосе у нас там такая тучка будем надеяться попросим ополона нас побаловать еще солнцем но без фанатизма роскошный огромный блок ну это все может бесконечно показывать изумляться потому что это это все за пределы технологий вот ручной тех технологии вот и мегалитики мы даже обсуждать не будем с вами что тут обсуждать в театре нашли коле это идет наметили наметили одним инструментом да наметили одним инструментом потом происходит смена инструмента и они идут другой призой выбирать точно такой же мы увидим про смену инструмента позднее про выборку прошел мастер условно потом за ним уже бригада идет и делает ну или там архитектор условно сделал что нам нужно вот эти миллиметры снять свой ну там полмиллиметра мне надо убрать хотя это на высоте вообще не имеет никакого значения даже не увидим этого более грубо более да каком камне речь о какой камне речи да 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 коворот это придумали как в эрмитаже жезлы ритуальный шумерские это трубки для пива какая пифе какие треножники они найдут камушек и начинают за пуп земли выдавать это же музей щеки и они выдают его за 3 нож а размером он галь то есть он а я думал большой этот камень потому что я видела но пропорции не видел амфауда а я вот про треножник я думал от большой газы выходили не по узкому не по вот то что ущель по небольшому через отверстие а я делал что я видел фотографии без людей я рассудил ну наверное треножник что-то будет ну не многим не многим до чтобы понимать размер спасибо за уточнение вот про какой какой да вот этот вот угол великолепный вот здесь любой камень он будет шедевром мы встретим опять унифицированную античную совершенно традицию все оформление которое как везде поэтому когда мы вчера вот павел спросила чем отличается античный график да ничем они все типовые хрущет хрущевки античные условно говоря а действительно типовые проекты с типовым оформлением на это типовое форме настолько роскошные и куча индивидуальных решений найдено блоки разных размеров слушать это же один камень никого вот я здесь меня я тебя фотографирую это то есть это вот высота сцены была и туда еще уровень продолжается опять опять напишут на ответ зачем для театра такие мощности но почему вы это называете театр мне все время говорит игры ребят я называю форму вот мы считаем это театр вот я буду понимать я скажу стадион представили стадион скажу саркофаг представили саркофаг да но да причем обычные нормальные ступеньки они не пропорциональны кстати размером они общение соразмерные вот по восприятию вот они низ они настолько куции маленькие смотрятся да галочка скорее явно да 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 фотографирую вы просто обернитесь значит галь обернитесь просто чем на чем прошли до уди пытались не смогли будем считать что пытались да где мы мы здесь будем где-то перекусывать или а попробуй оценить ну пойдемте пойдемте к фонтану до фонда фонтана нам недалеко он к фонтану пойдемте к фонтану фонтанчиков прохладе мы по моим ручки и надо хорошо хорошо лучше выйти вот вот ступеньки и в арочный вход через который мы с вами проходили мы с вами по удивительному безумному я бы сказал потому что это галь там просто упирается я пролез туда она просто упирается арка в стену хода там нет я потом на видео покажу фотографии она до суфлерской будочку словно либо статуя стояла там либо кто-то стоял и постоянно пел среди этой мегалитики безумный вот упала часть крыши арка и она сама не развалилась посмотрите насколько конструкция целая слажена она сама не рассыпалась просто завалилась и все мы в культурном шоке хорошо да да я пролез объяснял там два метра глубины и стенка ровная арочная конструкция вот арка посреди как упала просто уцелевшие вон нам фонтанчик мы идем на ту центральную площадь идем к фонтану нет вот сюда просто по ступенечкам и мы пройдем через когда-то это была очень высокая арка я такое в милете показывал примерно 9 метров глубины такие театры пропорционально этот но там в дело в том что в милете блоков то гигантить ну прям безумно гигантских блоков нет да красиво да здорово да мощно да очень большими там просто большие блоки а тут мы встречаем целесообразность этой мегалитики вообще не то что под вопросом вот пока нам повезло увидеть объект без реставрации с одной стороны он даже не откопан вот как случилось с ну часть откопали конечно внутри даже не вычистили еще если бы вычистили грунт мы бы не имели с вами представления заносит если бы разобрали те блоки растащили мы бы не поняли откуда шла взрывная волна и что это пришел именно взрыв они просто условно водой да на месте как катастрофа другой вопрос это природная или техногенная катастрофа у нас есть свидетельство и того и другого целенаправленное попадание просто вопрос к катастрофа природная техногенная и ту и в другую сторону есть у нас подтверждение да одно другое может вызвать другое мы понимаем взрывы человеческой день но условно гор техничных каких-то орудий у нас могут вызвать природные спровоцировать катаклизмы наоборот тоже детонация может быть но тут-то что-то прилетело вот паш точно сказал вот она летела вот она прилетела и на этом фоне византийцы идут ну просто вот мы идем к той центральной площади роскошной об этом позднее конечно расскажу и покажу очень большой ролик получился я надеюсь от вас отзывов катастрофа лютая до встречи театра обожаю согласос просто обожаю во все времена год